Немцы устроили в Новосибирске мировую премьеру технокантаты. В рамках фестиваля «Сибирские сезоны» в зале имени Катца выступил ансамбль United Berlin. Этот коллектив хорошо знают любители современной академической музыки по всему миру, но в Новосибирске ансамбль побывал впервые. Алексей Кудинов расскажет о концерте. Слова Эльзи Ласкер-Шюллер, еврейские поэтессы, успевшие в середине 30-х убежать из нацистской Германии. Музыка современного композитора Константина Хойера. Это мировая премьера технокантаты Ева. По периметру зала расставили несколько специальных динамиков, ведь звуковую картину, кроме вокалистки и ансамбля United Berlin создаёт электроника. Здесь очень важно, что так как этот человек, который отвечает за электронику, он сидит в зале. Это на самом деле для нас очень сложная задача, поскольку мы должны совпадать с тем, что, скажем, у него в компьютере. Это должно совпадать с тем, что мы играем. Поэтому это так происходит, что либо звукорежиссёр следует за нами, либо я как дирижёр как бы следуя за ним. В общем, мы там друг по другу подстраиваемся. Камерный ансамбль United Berlin славится именно своим исполнением музыки 20 и 21 столетий. Этот коллектив создан в 1989-м, в год падения Берлинской стены. Кудрук – известный немецкий дирижёр российского происхождения Владимир Юровский. В ансамбле играют музыканты из разных стран, и всё это символизирует мир без границ. United Berlin исполняет непростые сочинения в престижных залах Европы, Азии и Америки. Во время новосибирского концерта прозвучали произведения Стива Райха и Фаустера Миттелли, а также ещё одна мировая премьера – посвящение Людвигу Ван Бетховену Ральфа Хойера. Концерт в Новосибирске должен был состояться ещё несколько лет назад, но в итоге прошёл только сейчас, в рамках года Германии в России. Действительно, этот коллектив и этот проект мы приглашали ещё с 2019 года. В 2018 году на фестивале «Другое пространство» в концертном зале Чайковского мы познакомились с Владимиром Юровским. И видите, три года прошло. И всем известные события с 2019 года всё отодвигали, отодвигали, отодвигали. И слава богу, сегодня состоится финальная точка в череде и переговоров, и в воскресенье в выходные прошли серии мастер-классов с ансамблем. 11 мастер-классов по всем ключевым инструментам. Этот концерт, а также мастер-классы и творческие встречи в консерватории было непросто провести и в этот раз. Организаторы даже сообщили о 25-процентной рассадке в зале и QR-кодах на входе. К тому же, визит совпал со скандалом вокруг выставки о падении Берлинской стены. Экспозицию, размещенную у кинотеатра «Победа», демонтировали несколько дней назад раньше срока. Но концерт всё-таки прошёл без сбоев, хотя и не собрал аншлага. Круг любителей музыки современных европейских композиторов в Новосибирске пока невелик. Алексей Кудинов, Евгений Агеев, Новость ОТС.